всем привет друзья один подписчик задал мне вопрос как устроена моя скважина вот тут я стою сейчас как около скважины зовут его сергей чимаков я ему обещал как-то объяснить как устроена моя скважина в принципе все довольно просто все элементарно никаких технологий я не применял все делал вручную мне понадобилась лопата бург и азбоцементная труба вот давайте сейчас объясню как она у меня устроена вот у меня скважина все абсолютно элементарно вот есть скважина первым делом что мне понадобилось для того чтобы начать делать эту скважину это я вырыл котлован вот котлован он где-то примерно 70 на метр но можно делать метр на метр и глубиной 1 метр для чего это нужно это нужно как бы для того по моим предположениям чтобы скважина не замерзала когда зимой закрываешь скважину на зиму она засыпается снегом внутри вот в этом пространстве образуется воздушная подушка и тепло от земли накопленная там за лето все долгое время отдает и скважина не замерзает как бы вот этот воздушная подушка этот как термо изолятор создает изоляцию от холода и скважина не замерзает дальше вот сделал я выжил яму сделал короб деревянный короб у меня сделан из 50 доски дело скважину уже лет семь назад наверно все еще пока служит ранечные года ранечние года тут уровень воды был высокий вода поднималась где-то до почти до верха трубы то есть вот эту яму она заполняла сейчас уровень опустился моего доски немного подгнили еще какое-то время они послужат года 23 потом нужно будет их заменить заливать можно конечно залить бетонный опалубку сделать бетонный короб залить ну я наверное так делать не буду я просто возьму плоский шифер и из плоского шифера сделаю вот эту опалубку место досок и еще она у меня долгое время прослужит далее взял 150 150 труба вот азбоцементная глубина скважина у меня 8 метров тут 2 азбоцементной трубы по 4 метра стоимость каждой трубы что-то в районе 400 рублей в то время стоила сейчас не знаю сколько она стоит крыла эту скважину я 200 буром бур самодельный брал у знакомых поэтому показать я его не могу так примерно объясню бур 200 миллиметров в диаметре выполнен в виде чаши высота бортов у бура где-то примерно 7 сантиметров внизу в противоположных плоскостях у него по диаметру прорезаны 2 2 прорези отогнуты ножи наваренные ножи по моему там были ширина прореза где-то примерно в районе сантиметра вот это щели ножом и дном чашки вращаешь когда вращаешь грунт забирается в эту чашу его вытаскиваешь вытряхаешь удобно очень удобно таким буром копать земля обратно не ссыпается далее вот к чаше приварена к чаше была приварена труба буровая труба на 32 миллиметра с резьбой на краю вот этот бурса сделан как раз вот из этой трубы и он так вот метровыми коленами можно насаживать насаживать и насаживать добавлять добавлять и добавлять он был я брал где-то где 10 метров но мы вот смогли только 8 метров вручную пробурить то есть уже дальше вытаскивать грунт не представлялось возможным очень тяжело там уже внутри создается такой вакуум вода засасывает все это ну в принципе 8 метров достаточно вот пробурили мы этим буром сперва я бурил один где-то ну до 4 до 5 метров наверно один я справлялся потом познал помощника и вдвоем мы пробурили эту эту скважину диаметр лунки 200 миллиметров труба азбоцементная она 150 миллиметров как опускал я трубы взял эту трубу выложил на ровную поверхность взял металлический у меня был алюминиевый лист это толщиной примерно чуть меньше миллиметра наверное такой достаточно гибкий этот листья обернул он диаметр ширина ширина листа была где-то метр метр на метр примерно такой состыковал две трубы этим листом обернул связал проволокой просверлил закрепил это все саморезами то есть получилась такая гильза гильза соединительная которая соединила две вот эти четырех метровые трубы дальше на конце нижний край трубы который надо было опускать вниз я насверлил сверлом 5 миллиметров где-то на высоте метр от низа трубы насверлил много отверстий для того чтобы обеспечить доступ воды саму трубу в полость трубы опустили мы трубу в эту скважину расстояние между трубой стенками трубы и краем скважины где-то примерно три сантиметра вот это расстояние я засыпал щебенкой вокруг вокруг трубы потом начали раскачивать трубу раскачивал я его вибрационным насосом малышом где-то длительное время может в течение двух трех недель она у меня качалась и выкачивала из скважины песок глину такую вот эту всю взвесь и для того для чего это делается это делается для того чтобы внизу под трубой под скважины образовался мешок то есть она выкачивает поднимает вот эту муть образуется мешок и это постепенно щебенка которая у меня засыпана была вокруг трубы она постепенно оседала я по мере ее оседания еще добавлял щебенки в течение трех недель где-то примерно раскачивал все после этого скважина в принципе готова сейчас у меня стоит вибрационный но я его поднял на расстояние где-то примерно двух метров от низа чтобы вот свои вибрации не подумал вот эту муть дальше вот эти отверстия которые я пробурил внутри снизу который я пробурил снизу этой трубы я обернул москитной сеткой есть специальная металлическая сетка она такая мелкая мелкая специального для скважин для для вот этих специально продается для этих целей ну у нас тут нету поблизости поэтому взял обычную москитную сетку сделал ее в два слоя обернул чтобы мелкие камушки не забивали вот это вот эти отверстия поступать куда поступает вода в которой поступает вода скважин вот такое простое устройство нашей скважины конечно заказывают вот у нас вот ездит тут специалисты которые роют скважины скважина стоит примерно метр около 2000 ну мне но мне вот этой скважины вполне хватает для поливки огорода летом и из нее выкачиваем примерно ну за раз 300 400 литров можно взять это зависит от уровня конечно воды сейчас в данный момент самый низкий уровень воды сейчас конец середина апреля но еще земля не оттаяла еще поводок не начался у нас хотя снега уже нету сейчас выкачиваем где-то примерно около 100 литров вода быстро набирается скважина в течение часа скважина уже опять полная становится как у нас устроена тут почва вообще земля где-то примерно 70 сантиметров вот здесь в данном месте 70 сантиметров идет песок потом идет красная глина до 6 метров после 6 метров идет синяя глина и вот это после этой синей глины уже начинается плывун и водоносный слой но до туда мы добраться уже не смогли но в принципе хватает и вот в этой глине в этой глине в красной вленив прослойке от метра до 6 метров есть где-то на глубине два с половиной метра есть прослойка песчаная вот она где-то всего там 5 сантиметров и вот это как бы водоносный слой получается но это не основной водоносный слой это верховая вода. Верховка, как ее еще называют. То есть, поверхностные слои это вот грунтовые воды. Ну, этого достаточно. Эта вода у нас не для питья. Она чисто для поливки, для животных, для каши, для хозяйственных нужд. Поэтому, вполне нам такой воды достаточно и нормально. Она чистая. В принципе, только единственное, что присутствует много извести в этой воде водного камня. Тут у нас структура вот этой глины, которая там внизу. У нее слишком большое содержание известняка. У нас раньше когда-то здесь была река или что, я не знаю, что тут. Ну, потому что очень много в глине ракушки, окаменевшей. Вот там вот ниже чуть-чуть уже идет русло ручья старого. Оно сейчас, конечно, ручей этот не текет. Только когда вот высокий уровень воды начинает течь. А так, заболоченная такая местность. Тут у нас еще песок, а дальше вот ниже, чуть-чуть пониже, там уже такая болотистая часть. Потом опять идет на повышение. То есть, раньше когда-то здесь была то ли река, то ли что. Ну, старое русло реки, скорее всего. Вот еще раз давайте пройдемся. Первое, что нужно, это вырыть яму, сделать опалубку, начинать бурить скважину. Скважину пробурили, скважину пробурили, опустили туда трубу, раскачали, раскачали скважину, засыпали щебенкой мелкой фракцией. Все, скважина готова. Опустили туда насос и качаем воду. Здесь у меня сделано, вот в прошлый год я делал для нужд нашего свинарника и птичника, потому что я провел воду туда, внутрь помещения. И вот сейчас мне необходимо здесь вот сделать, вот где стоит вот этот поворот, здесь сделать, поставить тройник и вывести, вывести сюда трубу с краном, чтобы можно было подсоединять шланг и поливать уже наш огород. Там в сарае, в сарае тоже нужно поставить будет кран, чтобы вода туда не бежала, перекрывать ее как бы в тот момент, когда она бежит сюда. Вот. Положена 20-я труба, сделан вот шуба утепляющая, там у меня кабель 9-ти ваттный нагревательный, зимой включал его где-то примерно ну раз в неделю, может два раза в неделю, когда холодно. Достаточно включить вечером, разогреть воду, налить бочку и там на какое-то время мне ее на неделю хватает, на дня 3-4 хватает этой бочки. То есть и потом до следующего раза. Так, электричество сюда проведено вместе с трубой, тоже из сарая, выведена розетка, подключена, включается там в сарае. Основное включение скважины происходит в сарае. Ну вот, в принципе, простое такое устройство скважины, ничего сложного в этом нету, нужно желание, бур, бур для земляных работ именно коленчатый, чтобы его можно было наставлять и добавлять длину. Вместо, вместо, вот, кстати, вот вместо бура, вместо резьбы можно обычную трубу использовать, делать, просверливать отверстия, вставлять болт и тем самым соединять вот эти колена. В принципе, достаточно для одного раза, чтобы вырыть скважину, этого достаточно. Бур можно изготовить тоже разными способами, в интернете миллион разных модификаций, довольно простые, они, можно это все сварить буквально на коленке, этот бур для вот разового, разового просверливания там вот этой скважины, в принципе, изготовить его несложно. Так, ну вот, Сергей Чумаков ответил я на ваш вопрос, надеюсь, мой рассказ был вам полезен, будет вам полезен. Если какие-то еще вопросы возникнут, задавайте, пишите в комментариях. На этом все, с вами я со всеми прощаюсь, вам я желаю добра, всем до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok